МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАКЛАДКА НОВАГА ХРАМА, НАВЕДВАНИ ПРИХОДАВ И МАНАСТЫРОВ В ОРАЧИСТАСТЯХ ПРИМАЮЦЮ ДЦЕЛ ПАТРИЯРШИ ЭКЗАРХУСЯЯ БЕЛАРУССЯЯ БЕЛАРУССЯ ПАВІЛ И КАЛЯ ДВАТСАТИ ЕПИСКОПОЗ БЕЛАРУССЯ РАСІЇ УКРАІНЫ ГИСТОРИЯ И СУЧАСНЫСТЮ ЕПАРХІЯ ПОЦІКАВЮСЯ ОЛЕХ СЕНЦІРОВ ПОЧАТОК ЛИТУРГИИ ЗАПЛАНОВАНЫ ОПАЛОВИ ДІСЯТЫЙ РАНІЦА АЛЕ ЛЮДІ ПАЧАЛИ ПРЫХОДІЦ У ГОМСКИЙ СВЯТО ПЕТРОПАВЛЦСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ САБОР ЗА НЕКАКИХ АДІН ДАГЭТАГА НЕПОСРЕДНО НА БОГОСЛУЖЕННЮ ПРИСУТНИЧАЛ НЕКАКИ ТЫСЮЧ ЧЕЛАВЕК ЯЩЕ НЕКАКИ МИНІОНОВ МАГДІ НАЗІРАТЬ ЗА СВЯТКОВАННІМ 90 ГОДДІ ГОМСКИЙ ЕПАРХЇ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНЫГА ЧАСУ ПРАМАЯ ТРАНСЛЯЦАЦІ ВЯЛАСІ НА ВЮЩЮ ТЕРРАТОРЮЮ РОСІЇ И БЕЛАРУСІ ДА РЕЧІ, РАЗМ З ПАТОРАЦІМ ЕКЗАРКОМ СЯ БЕЛАРУСІ ПАВЛОМ У ДЕЛ ВАВРАЧІ САХ ПРАМАЮІСЬ КАЛЯ 20 ЕПІСКОПОВ З БЕЛАРУСІЇ, РОСІЇ И УКРАІНЫ У ВОГЛІ ЗНАЧНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ СТАТУС ГОММІЛЬ У ПЕРШІНЮНА БЫЛ У 1907 ГОДІ КАЛІ СЮДЕЙ НА СЛУЖЕНІ БЫЛ ПРИЗНАЧЕНЫЙ ЕПІСКОП МИТРАФАН ПОТОМ У ГОММІЛІ БЫЛО ЕЩЕ ДВА АРХІЕРЕЯ ЕПІСКОПЫ ВОРЛАМ И МИКОЛАЙ АЛЕ СВАЮ ОФІЦЫЙНУЮ ГИСТОРЮ ЕПАРХІЯ АДЛІЧИВА 1925 ГОДА КАЛІ С МОГИЛЁСКАГО ВИКРАЦЦВА И НА БЫЛА ПЕРОУТВОРНА У САМОСТОЙНУЮ КАФІДРУ ПЕРШІМ ЕПІСКОПОМ ГОММІСКОЙ ЕПАРХІЇ САУ ТИХОН ШАРАПАВ ДОСЯ КОГА, ЯК ИЛЁС ШМАТАЯКИХ ТАГАЧАСЛЫХ СВЯЩЕННО СЛУЖИТЕЛЮ БЫЛУ ТЯЖКИМ И ТРАГІЧНОМ ПРАС ПОТАРА МЕСІЦА ПАСЛЯ ПРАБЫТЦЯ У ГОММІЛЬ ЕПІСКОПА АРЫШТАВАЛІ НАСТУПНЫЕ ДЕВІЬ ГАДОВ ЙОН ПРАВЁУ У ТУРМАХ И СЦЫЛКАХ АККУЛЮ ВЁУ С ГОММІЛЩАНЫМЯ АКТЫВНУЮ ПЕРАПИСКУ У 1934 ГОДІ ЕПАРХІЯ ПРАКТЫШНО СПЫНИЛА СВОЮ ДЕЙНОСТЬ ДА РЕЧА ДА РЗВАЛУ САЮЗА УЛАДЫ ПОСПЕЛИ ЗАКРЫТЬ НА АГОМІЩЕНЕ КАЛЯ 60 ПРАСЕНТОВ ПРАВОСЛАВНОХ ХРАМУ КАДА ЗАКРЫЛИ ХРАМЫ, МЕНЯ КРЕСТИЛИ СВЯЩЕННИКА НА ДАМУ И МАТЬ У МЕНЯ БЫЛА ХРОСНАЮ СЕСТРА МАТІРЫ А ХРОСНЫМ БЫЛА МАТУШКА 20 ЛІПЕНЯ 1990 ГОДА ЯЩЕ ДНАЗНАЧНАЯ ДАТА В ИСТОРИЮ ГОМСКЕЙ ЕПАРХІ МЕНАВІТА У ГЭТЫЙ ДЕНЬ ЯНА БЫЛА ЗНОВ АДНОВЛІНА А ЕЮ КЕРУВНІКОМ ПРИЗНАЧЕНЫЙ АРХИЕПИСКОП АРИСТАРХ ВЕРНУЛИ ВЕРНИКОМ И ИХ ГАЛУНЫ ХРАМ ГОМСКЕЙ СВЯТО ПЕТРОПАВЛІСКИЙ САБОР НЕКАКИ ГАДОВ ДА ГЭТАГА БУДЫНЫК НЕ ВЫКРЫСТОВУЮСЯ И ПРИХОДІУ У ЗАНЕПАД АДНАВЛЯЛЯ ЯГО ЛИТЕРАЛЬНО ВСІМ СВЯТАМ НЕХТА ХВЕРАВАЛ ГРОШИ НЕХТА БЕСПРАТНО ПРАЦАВ НА АДНАВЛЕННИЮ СВЯТЫНИ СЁНЯ ГОМСКЕЙ ЕПАРХІЯ АБЯДНУЛАЕ СТО ШЕЙДЕСЯТ МОНАСТИРОВ И ПРИХОДОВ НА ТЕРИТОРИИ 11 РАЙОННОВ ВОБАСИ ДО РЕЧА КОВЕСЬ КХРАМУ ПОСЛЯ ОДРАЖЕНИЯ ЕПАРХИ ПОВЕЛЕЧИЛАСЯ МАЛЬ У ЧАТЫРЫ РАЗЫ НЕПОСОРЕДНО ПО ЧАСС СВЯТКОВАННИЯ ЗАПЛАНОВАНО ОТКРИТЮ ЕЩЕДНОЙ ЦЕРКВЫ КО ГОНОР СВЯТОГО ИАННА ВОЙНА У ЖЛОБИНИ Церковь делает все возможное, чтобы в людях воспитать вот это доброе отношение и к земле, и к отечеству своему, и к своему дому, к своим родителям, и ко всем окружающим людям. И вот эти 25 лет возрожденной Гомельской епархии свидетельствуют сегодня наши прихожане, наши службы, наше благочестивое вот такое настроение доброе. Так что положили труды и основания наши предыдущие поколения, нам хватит еще очень много работы и последующим поколениям. Хочется пожелать, чтобы мы воспитывали в людях хорошие, добрые, вечные, святые. И Господь будет нас всех благословлять. Алексин Чуров, Валерий Гапанько, телерадокомпания Гомель. У работников сферы эдукации Гомельщины есть добрая традиция. Широ радоваться поспехам и досягнением своих творчих работников, збираючися у один и дружный коллектив. До приклада, напереда дни вспоминали заслуги и ушановывали за их ректора Гомельского областного института развития эдукации Надею Котову. В аурочистой установке самых теплых и пищотных пожаданий ее отправили на заслуженный отпочинок. Вероника Ворошилина, Протягня. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, очень рады вас. У гитый летний сонечный день, який так и настроювает на позитивный лад, Надея Котова примает гостей с особливым почутем радости и одночасового хвалявания. Отпрацовавши 15 годов на посаде ректора Гомельского областного института развития эдукации, развидываться с любимой до глубины души працы вельменья просто. Работу, которую я делала эти 15 лет в качестве ректора этого института, лучшая работа в мире, потому что я очень ее любила и люблю. А любая любимая работа всегда является работой лучшей. Запрошенные на урожистать гости подделяют хвалявания Надея Алексеевны, а тому сустракают ее стоечи, шкваломоцных аплодисментов. Такие знак поваги и удячности бодай лепше у знагорода за проведенную ее шмотгадовую працу. Привет, Надежда Алексеевна! От всего нашего коллектива этот букет как всего глубочайшего уважения и любви. Па часу встречи с коллегами, які стали в житии дейности надейнымися браме, пригадали, як починался профессийный шлях Надеи Котовой. От загадчика кафедры культурологии и проректора по новоково-методичной работе до ректора Гомельского областного института развития эдукации. Шлях это был звиллистым и меня простым, однако передоливать усе перешкоды допомагал дружный и зладженный коллектив. До речи, особливо микроклимат, щирості, душевности, пяшчоти, чулості и доброзачливости у них допомагала створять сама Надія Котова. Ничто так не выражает человека, ни его поступки, ни его дела, как его чувствительность и отношение к миру. Вот эта чувствительность подчинённым, доброжелательность, требовательность, ярчайшее качество руководителя нашей глубоко уважаемой Надежды Алексеевны. Надія Котова – кандидат философских навук, доцент. Яна керавник за активной житёвой позиции, конструктивным меркованием, глубоким мыслением, умением прогнозовать прационные справы и приимать твёрдые рашения. За годы её деятельности на посаде ректора Гомельский областный институт развития адукации вырос с пункта гляджения материально-технической базы, выкрыстания найновших информационно-коммуникативных технологий у адукационной сферы. Тут з'явился уласный комфортабельный интернат. Сюня этот институт з'является важным звяном у развитии галіны адукации и белорусской навуки, як на Гомельщине, так и у республице в целом. И такий поспех – заслуга коллективу и его отказного и добросумленного керавника. Я хочу пожелать Надежде Алексеевне прежде всего крепкого здоровья, благополучия и успеха буквально во всём. Высказать слова искренней благодарности от всех работников отрасли образования Гомельской области за то, что она столько лет возглавляла институт развития. И благодаря её позиции именно многие моменты, связанные с совершенствованием системы образования Гомельской области, были воплощены в жизнь. Спасибо большое, уважаемая, дорогая наша Надежда Алексеевна. Люди, які саправды от данной любимой працы, назавсёд и застаются прихильниками обранной справы. Надія Котова пожадала родному институту и коллективу удосконалення новых перемог и досягненёв. И пообяцала и далее робить усё махчимое для подтримания высокого узровня установы и обовязково сошить за ею поспехами. Институт всегда в моём сердце будет до последнего моего вздоха. Я буду работать на кафедре, я буду встречаться со служцами, я буду делать всё для того, чтобы тот уровень содержания курсовых мероприятий, которые имеют место быть в институте, чтобы своей работой делать их ещё лучше. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоакомпания «Гомель». Як чекается на початку наступного месяца, Гомельскую в область наведують представник Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по справах беженцев у Беларуси Жан Бушардзи, а так само послы широку европейских краин. Основная мета поездки – ознаймлення з умовами проживания у регионе вымушенных переселенцев. Найбольшь значная колькость мігрантов сёння – жихары Украины. Больше, как три тысячи человек. Менавида такая колькость переселенцев з Луганской и Донецкой областей Украины уже звернулася за допомогой у Гомельскую областную организацию Беларусского товарыства «Червонга крыжа». Отденье продукты харчавания – леки. Переезд у Беларусь для шматкаго оказался вельми непростым. Часто праздникальки межа, а тому забирали только самое необходное. А либо дай самая значная проблема – процолодкование. И справа не только у отсутствия свободных просонных мест. Как объяснила мне заведующая садика, куда мой ходит сын, она говорит, что потом не хотят работодатели сталкиваться с какой-то отчетностью специальной для нас. Как она на моего сына, допустим, в садике, она отчитывается в миграционную службу, еще куда-то каждый месяц какие-то отчеты сдает. И, может быть, они не хотят с какой-то бумажной волокитой сталкиваться. В областной организации Беларуського товариства «Червоного крыжа» погаджаются. Проблема працевладкования, саправды, иснуе. Але, коли объеднать намагание усіх зацекавленных боков, вырешать ею махчима. С допомогой мясовых уладов Надія Седькова отримала покой у интернате и уладковалася у одну з городских больниц, при чем проявила у гэтым уластную инициативу. Я на данный момент работаю в городской больнице Третьей в Белеце, в Новобелецком районе. Я позвонила в 109 в справочную, спросила отдел кадров. Мне дали отдел кадров больницы городской. И устроилась таким образом на работу. На початку гэтага года переселенцы з Луганской и Данинской областей отримали 2000 ваучеров на бесплатное набытье одзення и продуктов харчавання. Сегодня у «Червоным крыжа» рыхтуются до выдачи новых сертификатов. При чем у первую шаргу допомогут с тем, хто маю гэтым найбольшь значную потребу. Решено Международным комитетом и Федерацией тоже поддержано Красного Креста о том, что эта помощь крайне необходима для дальнейшего проживания переселенцев из Украины. Олег Сюров, Ольга Канавалова, Александр Александронец, Телерадио «Компания Гомель». До речи, старшиня Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» Алла Смоляк сегодня станет гостей студии Телерадио «Компания Гомель». У 18.10 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-2» интерактивную программу «Деалог». Свои питания пропановы и зауваги вы можете адресовать гостей программы по телефоне промога эфиру «Угомели» 77 68 45. Сегодня у Гомеля отбудется День добра. Подчас доброчинного марафона волонтеры БРСМ проведут разностайные прационные и экологичные акции, окажутся допомогу ветеранам, организуют вольный час для детей с особливостями психофизичного развития. Завершальным аккордом Дня добра станет доброчинный концерт под назвой «Усе фарбы життя для тебе». Мероприемство отбудется у Гомельским областным громадско-культурным центры. Сирот его удельников – зорки беларуской эстрады. Петр Ялфимов, Вольга Плотникова, Алексей Хлястов. Доброчинный концерт будет организован в поддержку двух гомельских студентов, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. Дарья Мазуренко с Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны и у Владислава Климашевского студента Беларуского державного университета транспорта. Молодые люди трапили у ДТЗ и зараз им потребуется медицинская допомога. Отриманные от концерта сродки будут накерованы на их лечение и реабилитацию. И на приконце выпуску про надворье. У совести с незвычайной для жнивня спякотой на Гомельщине объявлены червоны узровень небезпеки. Сегодня слупок термометра во многих районах в области уздымется до 36 градусов тепла. У Гомеля температура поветра досягнет 35 градусов. Подобное надворье захавается и завтра. И только в пятницу по прогнозах синоптиков на Гомельщине чекается послабление спякоты. У день поветра прогресса до плюс 26. И гэты выпуск завершены. Наступны глядите сегодня на телеканале Беларусь 1 у 15.10. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин